Мешает реклама, жми на крестик. Доброго времени суток дорогие подписчики, с вами Аракис, гости этого канала и все кто сюда непонятно почему зашли, я думаю вам будет это все же интересно. Итак, в сегодняшнем видео мы продолжим рубрику рандомного гайда, сейчас добьем этого монстрика, хотя в принципе пока можно перейти на сайт и сгенерировать так скажем какое-то число, число у нас по привычке 79, так как 79 монстров начиная с 3 звезд до 5 и так далее и тому подобное, я это говорил еще с первых видео. Так, 79, ну и на кого у нас сегодня будет 44, сейчас проверим был ли у нас гайд на таком монстре, 44, 44 я не вижу, значит будет у нас 44 сегодня по списку, по счету. Так, сейчас мы добьем этого дракошку, прошу прощения немножко. Чуть позже начнем, ну надеюсь сейчас нам конечно же выпадет самая топовая вообще бомбезная руна, ну бред конечно же несу, какая там топовая руна. Да, и попросили ГВ запустить, не забыть бы. Срешай битву. Да, немножко мы на часик как-то оттянули войну, непонятно почему, ладно, утром поздно начали, но выиграли, это хорошо. Ну уж, давай добивайте, добивайте его. Да, вот такую вот пачку я сейчас оформлю, в принципе, приведу пример, 48 из 50 я прохожу на авто, иногда очень там проблемы небольшие бывают, иногда очень, да. В общем, иногда проблемы бывают на третьей волне, так как убивают мое ведро, вот у меня из сей пати самое такое тоненькое. Так, 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 понятно, до свидания. Так, запускаем ГВ. Так, бой. Так, вроде бы все эти. Да, есть начать битву. Все, играйтесь. А мы вернемся к 44 монстру. Коллекция. По привычке начнем с феи. И для того, чтобы, естественно, не затягивать время, я это ускорю. Так, вот мы и добрались до 44 монстра. В принципе, рад я даже этому гайду и обзору, наверное, как и многие, будут, в принципе, ему рады, так как гайд будет на вампиров. И думаю, это будет интересный гайд. Ну, я люблю обозревать монстров, начиная особенно с 4 звезд, так как полезность их уже все-таки возрастает. Ну, итак, начнем мы, естественно, с представителя огня, он же вампир, вердыхайль, ведро, как его только не называют. Итак, ну, пройдемся по скиллам. Персонаж этот атакующий. По хп и всем остальным статам вы и сами видите. То есть, средние показатели, не топовые, но и не самые худшие. По скорости, средний показатель, 100 скорости, это действительно средний показатель. Когда там 89-90, это уже плохой показатель. Вот, итак, первый скилл. Атакует два раза, десмод, в общем, две атаки наносит и восстанавливает с каждой атаки, ну, грубо говоря, по 15% нанесенного ворона. То есть, с двух атак он восстановится на 30%. Вот, в принципе, очень неплохо. Подхилл небольшой, но есть. Поэтому, особенно если вы его оденете через такой сет, как Виолент, то есть он походит 2-3 раза, то есть он себе в теории сможет там восстановить там чуть бы не пару тысяч хп. А это уже неплохо, я считаю. Вот, едем дальше. Второй скилл. Стремительно атакует врага мощным уроном. Шансы критического удара увеличены на 30%. Скажу так, урона у него со второго скилла, естественно, побольше, чем даже с двух ударов первого скилла. Это логично. То есть, если в таком процентном соотношении, скажем так, не проточенных скиллов, я скажу так, то первый скилл, допустим, нанесет вам тысяч пять урона с двух атак, к примеру, просто к примеру. А второй скилл ударит, ну, на тысяч девять, даже десять. Возможно, даже больше. То есть он около того, как в два раза сильнее, чем первый скилл. Ну и самый интересный скилл этого персонажа, естественно, из-за чего он и используется, это его пассивка. То есть третий скилл. Кипящая кровь при критическом ударе пополняет индикатор атаки всех союзников на 20%. Данный эффект, в общем, поговорим о первой части этого скилла, то есть описание этого скилла. То есть в чем прикол? То есть за каждый удар, который он наносит, он восстанавливает атак бар, то есть синюю полоску себе, то есть ускоряется, то есть для следующего дальнейшего, так скажем, хода, для ускорения дальнейшего хода, себя и всю его пати. То есть всех одинаково. То есть кого-то там на 25, кого-то на 10, всех одинаково он восстанавливает. Вот как, к примеру, сравнить хп восстанавливает, так точно так же восстанавливается атак бар. Для многих новичков это будет немножко непонятно, но, скажем так, что он, ну, назовем простым словом, да, и я его уже говорил, ускоряет ваша пати. То есть за счет этого одного персонажа ваша пати, в теории, сможет походить там в 2-3 раза быстрее, чем пати противника. Конечно, не на начале, но за счет этого персонажа вы очень сильно выигрываете в скорости. Вот, и опять же по поводу пассивки расскажу так. То есть в чем прикол? И многие у меня задают такой вопрос на видео, почему я не атакую вторым скиллом? Объясню. Теперь, да, настало его время. Ведрошка, настало твое время, да. Почему я атакую первым скиллом? Он атакует 2 раза, следовательно, за каждый удар он восстанавливается, вот, за счет пассивки по 20%. Следовательно, вы всем персонажам своей пати, так же и самому ведру после его хода восстановите 40% атак бара. А это, согласитесь, очень и очень много. В чем же проблема второго скилла? Он нанесет больше урона, но из-за этого он не ускорит пати настолько, насколько бы вам хотелось. Лучше, чтобы ваше ведро нанесло, там, не знаю, 5000 урона, и у вас потом походило еще 3 персонажа, чем он нанесет 10 тысяч урона. Но зато у вас после этого походит 1, либо 2 персонажа, вот, скажу так. То есть, скорость на арене, да, как и везде, в принципе, решабельна. И если вы атакуете руками, атакуйте только первым скиллом. Вторым скиллом, я не знаю, я иногда кого-то там добиваю, и когда уже, в принципе, пофиг, знаете, так, чисто посмотреть, сколько же он ударит. А так, персонаж, грубо говоря, в одну калитку, как бы это назвать, однокнопочный, да, то есть, первым скиллом атакуете, и все. Вот, также вторая часть его пассивки, то есть, если вы будете использовать раньше, можно это было делать, и это была жесткая гимба, особенно, там, на, в башне ТО, в версии легкой, то есть, в средней версии есть же и тяжелая. Вот, в средней версии, то есть, использовали часто 2 ведра, у кого они были, то есть, ускорялась пати на 80%, это офигеть, как быстро. То есть, ультра-быстрая пачка была, но сейчас это пофиксили, следовательно, 2 вердыхайля, ну, нет смысла вообще, в принципе, иметь, скажу так. Это не Хва, это не еще какой-то там персонаж, которых можно там 2 одеть, там, как-то по-своему, в принципе, одного вам будет достаточно, второго кормите ему уже на скиллы. Поговорим дальше, да, об этом персонаже я много чего скажу, так как он все-таки завоевал свое место лидера, его хотят все, наверное, какие-то там, часунку, как Хлою, это один из самых топовых персонажей, который, ну, должен быть у каждого, но не все его могут получить, я его получил только через 10 месяцев, я на него там чуть бы не молился и свечки не ставлю, вы помните, да, даже девственница использовала, который, по-моему, не работает, мне так кажется. Ладно, отступили бы от темы. Итак, заговорим дальше, так как я по нему постараюсь рассказать максимум из своего опыта и вообще, кстати, да, перейдем к его еще четвертому скиллу, это лидерка увеличит скорость подземельных на 28%, работает только в подземельях, то есть в башне не работает, на арене так же, но это, в принципе, логично. Для подземелья это очень хорошая лидерка, 28% для всей пати скорости, плюс он еще и сам ускоряет за счет своей пассивки, получается очень-очень быстрая пати, поэтому если у вас нет хорошего лидера, там, то есть лидерка Квердыхайль, очень классная тема. Едем дальше. По поводу первого скилла и про точки скиллов, скажу так, если вы ему прокачали скиллы, неважно кем, его собратьями, там, Девилмонами и так далее, и у вас получилось так, то есть вам очень повезло, я считаю, что у вас прокачался первый скилл по максимуму, а второй скилл у вас, допустим, прокачался, я просто не помню, сколько там улучшений, 3 или 4 улучшений, в общем, до того момента, когда у него идет последнее улучшение, и вот этот откат становится не 3 хода, а 2, не делайте этого, не улучшайте второй скилл по максимуму, опять же, если у вас есть возможность. Хоть скиллы качаются рандомно, но если первый скилл у вас прокачался по максимуму, логично, какой скилл будет качаться в дальнейшем, поэтому не докачивайте. Почему? Объясню. Ну, возможно, не коротко, но я думаю, доходчиво. Опять же, я говорил, первый скилл используется, почему? Потому что он в 2 раза больше восстанавливает атак бара всем союзникам, следовательно. Союзники ходят в 2 раза быстрее, чем если бы вы атаковали постоянно, допустим, вторым скиллом, но это, опять же, делать невозможно, так как есть все-таки откат скиллу. Вот. А почему так? Если использовать в РДХ или в защите, а он используется что в атаке, что в защите, на ура и везде, во всех данжах, то есть где угодно вы его можете юзать, ну, разве что там на Б10 воды, наверное, не особо заедет, так как это контр-стихия, и там он и критовать не будет, потому что будет бить в противоположную стихию. Вот. Едем дальше. По поводу защиты. Если он будет ходить первым скиллом чаще, чем вторым, ну, это, в принципе, и по-любому логично, но вторым скиллом, если он будет ходить раз в 3 хода, это нормально, но если будет ходить раз в 2 хода, следовательно, он свою же пати будет, назовем так, подводить, то есть она будет медленнее, она будет слабее, в любом случае. Это докажет вам любой игрок, и, ну, не знаю, плюньте в монитор, если вы считаете, что вот то, что я сейчас рассказал, и то, что по-любому надо качать второй скилл по максимуму, ну, уверяю вас, ну, я такому человеку явно бы, так скажем, в игре руку бы не пожал бы, и, уверяю, это мнение абсолютного нуба, то есть эту информацию, которую я сейчас выдал, знают многие, но не все. И если вы не успели прокачать ему скилл по максимуму, естественно, если вы уже прокачали его, ну, так и будет, так скажем. А если не успели, послушайтесь моего совета, и, уверяю вас, в защите ваше ведро будет лучше, чем точно, абсолютно, в таких же рунах, идентичных, другой вердыхайль, но с прокачанным скиллом. Поэтому, назовем так, если вы еще этого не сделаете, не сделали, не сделайте этого в дальнейшем, этой ошибки. Едем дальше, по поводу урон поговорим. На него одевают такие сеты, я видел даже три комплекта, как три комплекта на ответ, то есть контр-атаки. В чем плюс, то, что когда его атакуют, то есть 45% в теории, то, что он проаттачит в ответ, а за счет контр-атаки его пассивка тоже работает, следовательно, он ускоряет себя, наносит урон, так еще и ускоряет все пати, это, в принципе, неплохой вариант. Второй вариант, то есть, я не говорю, что это лучший вариант, просто расскажу варианты и скажу, какой из них наиболее лучший, топовый и вообще используется, где и как. Второй вариант, это начальный вариант, естественно, то есть такой самый бюджетный, наверное, вариант. Это свифт, то есть скорость плюс 25%, и, то есть фокус, ой, не фокус, прошу прощения, блейд. То есть, мне многие говорят, чтобы я там, так скажем, выражался не на английском языке в плане рун, а по-русски. По-русски я не всегда запоминаю их название, где-то могу забыть, я буду просто объяснять, что дает сет, а вы уже поймете, что я имею в виду. То есть, комплект на 25% скорости и комплект на 12% шанса крита. В чем еще, да, и что я не договорил, этому персонажу обязателен 100% крит шанс. Ну, если вы его не можете догнать, то постарайтесь уж, постарайтесь, так как если вы сделаете вердыхайлю 60% крита, его, ну, максимальная полезность конкретно теряется. Вот как только вы ему сделаете 100% крита, пускай вы его потеряете в хп. Дамаги от него не нужно ждать, он ее огромной не выдаст, если у вас нет там каких-то топовых рун и тому подобное. То есть, этот персонаж сугубо сопортящий персонаж, который в теории еще и может неплохо выдавать дамаги и немножко себя подхиливать. То есть, он все-таки выступает как саппорт, который ускоряет пати. То есть, не нужно с него делать какого-то ддшку, если у вас особенно плохие руны, там, не знаю, одевать в какой-то там рейдж, фатал и тому подобное. То есть, одевайте его так, как посоветую я вам, и, не знаю, будете там достигать каких-то своих успехов. Поэтому, это такой вот сет, который я говорил, то есть, желательно ему догнать 100% крита. Он в этом очень схож с Ахманом, то есть, Медведем Света, и с тем же Орочи, то есть, Ниндзя и Ветра. То есть, им всем нужны 100% крита, для того, чтобы они свой максимальный потенциал могли реализовать. Ого, я выдал, нифига себе. Вот, едем дальше. По поводу третьего билда, арун, и который я считаю самым оптимальным и самым лучшим, ну, я уверяю, даже если поставить голосование на какой-то там топовой группе, в которой там, не важно сколько людей, простое вот голосование. Три вот этих набора рун, которые я перечислил, я уверен, что за него проголосует, ну, как минимум, процентов, наверное, 90. То есть, это сет Виолента, то есть, дополнительный ход, 22% шанс, и сет Контератаки, то есть, ответ. В чем плюс этого сета? То, что он может походить несколько раз, и даже если ваша, к примеру, ситуация, да, ваша вся пати походила, а потом входит ведро, он может походить хотя бы два раза, и ваша пати в следующий раз опять походит. То есть, а персонажи, враги, скорее всего, даже и не походят. Следовательно, ваша пати может этой конителию заниматься несколько раз. Ну, естественно, 10 раз вы не походите, допустим. Но, с другой стороны, вы сможете еще раз походить, а у вас там есть какой-то Станнер в команде. Там, не знаю, к примеру, там, Тайрон, да, который может всех заморозить и тому подобное. Поэтому ведро, это имбоватый персонаж, ну, я не считаю, что его нужно фиксить и тому подобное, но персонаж must-have должен быть у каждого. Ни в коем случае вы не скормите какому-то другому персонажу. Да, много я о нем поговорил, но, в принципе, персонаж того стоит. Я его считаю топовым, заранее скажу, но по-другим мы тоже пробежимся, ведь в каждом персонаже есть какой-то свой плюс. Так уж, надеюсь, я немало и немного о нем рассказал, так как я его использую очень часто, вы знаете, и на арене, и на АГВ. Он у меня просто, там, не знаю, 9-10 боев проводит. Персонаж, я его долго очень ждал, и на самом деле я ожидал от него меньшего, но получил больше, чем я ожидал. Это, наверное, удвоение приятно. Итак, перейдем к водяному собрату. Где он там, где он, где он? Вот. Ой, и того собрата выбрал. Лизель. Господи, такие, вижу, как его Лизой называют. Итак, ну, по первому скиллу понятно. Второй скилл. Ослабление атакует и ослабляет силу атаки врага, понижает скорость атаки врага на 2 хода с 75% шансом. То есть он очень больно бьет, я скажу так, вторым скиллом, достаточно больно, да, он бьет вторым скиллом, и ослабляет, то есть силу атаки раскол и скорость атаки. А это, ну, два неплохих таких дебафа, я считаю, очень неплохо. Вот, и едем дальше к третьему скиллу. Атакует стаи летучих мышей. Чем выше твой текущий уровень здоровья, тем выше степень урона. То есть, грубо говоря, то есть желательно этим третьим скиллом начинать бой. То есть пока вас там никто не покоцал, то есть его не довели там до какого-то оргазма, там еще чего-то, и его фактически там не убили. То есть третий скилл в теории, естественно, я не знаю, насколько и как вычислить этот процент. То есть вы понимаете, это, наверное, невозможно, только там разрабы знают это и тому подобное. Но вот если читать и верить описанию, то есть с фулл хп он будет наносить больше урона. Вот. Поэтому, что скажу по поводу этого персонажа, и какие на него руны можно одеть. Кстати, персонаж, вы видите, класса здоровья, следовательно, на него нужно одевать либо руны на здоровье, но мне кажется, больше толку и урона он внесет, если вы, допустим, оденете на него какой-то фатал либо рейдж, то есть плюс 35% атаки, либо плюс 40% мощности крита, и опять же какой-то блейд, то есть 12% шанса крита, для того, чтобы ему сделать больше шанса крита и больше урона. Какие руны я бы на него одел? Я бы его одел, скорее всего, все-таки в ДД. Хотя у него вот и потенциал по здоровью тоже неплох. Как вариант, его можно одеть, к примеру, в атаку, крит урон атаку, либо за счет того, что он здоровье, и третий скилл намекает на то, что чем больше здоровья, точнее уровень здоровья, неважно, я так понимаю, будет у него 10 тысяч хп, либо там 500 тысяч хп, то есть он в любом случае будет от этого такой же урон наносить. Главное, сама полоска. Сама полоска. Вот. То есть, если у вас есть очень неплохая руна, к примеру, да, вы там одели плюс 15 руну, 60, там 3% хп, то есть здоровье, и у вас там в допах есть 25% атаки, я считаю, что эта руна ему тоже очень неплохо заедет, так как уровень здоровья у него начальный неплохой, у него повысится и атака, и уровень хп, то есть это такой персонаж, которого можно немножко скомбинировать. Но скажу так, честно, в теории и на арене я встречаю его редко, ну, видимо, потому что он все-таки слабее его представителей, и не столько от него есть пользы, сколько от других же его собратьев. Где его использовать, это сугубо, я считаю, арена, атака, ну и возможно ГВ. Вот. Да, где-то так. То есть в башнях нигде я его не вижу. Едем. Кстати, лидерку дамы увеличить здоровье в 38%. Неплохо, но тот же Веромос, понятное дело, будет пополезнее, да. Хотя и лидерка его там дает на 5% меньше. Итак, ну не будем на нем зацикливаться. Честно, мне он не нравится, на арене встречаю редко, и пока не удивлял. Такое сумбурное и жесткое мнение, это корм огню, либо другим представителям, по которым мы сейчас пройдемся, и вы сами уже сделаете для себя вывод. Так, так, так. Так, кто у нас сегодня и здесь в эфире? Где наш Арген? Да, Аргенг. Кстати, скажу так и честно, это мой первый ДД в этой игре, да, он мне выпал. Это, по-моему, моя даже первая четверка, которая мне выпала. Я его использовал, он мне очень нравился. Я его даже использовал в пати с рамой, то есть рама страховал. Первый мой рама, да. Отец этого рамы, которого я сейчас использую, да. Поэтому, вот. Скажу из своего опыта, он мне нравился дамаги, он наносил неплохо, и расскажу почему. Первый скилл понятно, второй скилл точно такой же, как и вот сейчас мы обсуждали у водяного представителя, и вся его соль и боль, назовем так, в третьем его скилле. Скажу так, что в теории, это один из самых сильнейших ДД в игре. в одну цель, но ему нужны условия. Его можно сравнить с поляркой, огненной поляркой. Отчасти можно сравнить. Но скажу так, многие тестировали, я могу ошибаться, но многие мне говорили, хотя многие могут сказать, что нет, полярка больше, выдаст еще что-то. Многие говорят, что арген может выдать дамаги больше, с такими же условиями, чем полярка огненная. Я не знаю, правда это или неправда, но я считаю, ну, не намного меньше, как минимум. И сейчас расскажу, почему. Вот наносит критический урон врагу, то есть вы понимаете, ему даже 0% крита, ну, 0 понятно не бывает, при 15% крита он все равно будет наносить критический урон. То есть персонаж намекает на то, что ему крит шанс разгонять вообще не нужно. Даже можно оставить 15%, и это будет уже достаточно для его, как минимум, третьего скилла. Урон увеличится на 25% за каждый ослабляющий эффект на противнике. Вы понимаете, у полярки, насколько я помню, по-моему, на 20%, а здесь на 25%, да, вы скажете, там 5-звездочный монстр, а здесь 4-звездочный. Уверяю вас, это не всегда решает. И при максимальной прокачке 6-ти звезд, то есть 40-го уровня, там уже вот эти вот пороги, они фактически уравниваются. То есть, если вот взять в теории, да, пати с каким-то расколом, и, к примеру, там, какими-то еще несколькими дотами, допустим, такая вот теория, арена, это взять в лидеры Боретту, допустим, Боретта, Пират Водяной, и Боретта, Пират Водяной, Арген, ну, и, к примеру, там, какой-то хилер, там, неважно, Хлоя, просто абсолютно неважно, там, Часунка, кто угодно, Белка, вот, к примеру, ходит ваш Пират, да, то есть, накидывает уже раскол, в теории, на всех, просто теория, на всех закинул раскол, либо на того персонажа, на которого вы там молитесь, и все, вы повалились, чудесно, раскол закинулся, вот, дальше, походит, к примеру, ваш Боретта, закинет два дота, то есть, уже висит три дебафа, потом, выходите Аргеном, вторым скиллом, по этому монстру, и, скорее всего, вы его, возможно, еще и добьете, если это танк, возможно, не добьете, вторым скиллом, это два дебафа в сумме, если посчитать быстренько, это уже пять дебафов, следовательно, пять умножаем на 25, вы получаете плюс 125 процента урона, а урона третьего скилла, у него, я скажу так, тогда у меня уроны были вообще очень слабенькие, но третьим скиллом, он на то время уже наносил, в разы больше урона, чем любой мой персонаж, которого я использовал, поэтому он мне этим не нравился, и привлекал, поэтому в теории, вы понимаете, что если там навесить, чуть бы не 10 дебафов, вы можете это протестировать, там на каком-то боссе, и я знаю, что многие топы используют аргена, так как за счет своего третьего скилла, он наносит бешеный урон, там и в 100 и в 200 тысяч, уверяю вас, это не предел, то есть вы это можете протестировать, если у вас арген есть, но его используют для гекса, по-моему, в валькирии, я точно не помню, в общем, этот персонаж идет в гекс, поэтому многие его, ну так скажем, даже не протестируют, протестируют по его максимальному, но скажу так, персонаж 6 звезд стоит, если у вас нет лучше, чем он, так как все-таки, вы понимаете, этому персонажу нужны условия, для его максимальной реализации потенциала, так, ну и лидерка, стойкость подземелья, лидерка, честно, отстой, абсолютно отстой, вот, в подземельях должна использоваться скорость, на крайний случай, хп, вот, так, и перейдем дальше, а по поводу рун, забыл, простите, скажу по поводу рун, обычный атакер, то есть, это рейдж плюс блейд, либо, фатал плюс блейд, то есть, 35% урона, либо 40% критического, критической силы, точнее, мощности крита, ну, естественно, его чаще всего одевают в фатал, то есть, это 35% атаки, и за счет этого, у него увеличивается, естественно, максимальное количество атаки, и третьим скиллом он сжахает еще сильнее, и так, перейдем к свету, да, прошу прощения, может где-то много говорю, но стараюсь рассказать все по максимуму, сколько знаю об этих персонажах, уж лучше рассказать больше, чем не договорить, либо сказать, о, персонаж корм, либо, а не, не качайте, он мне не нравится, отстой, то есть, где-то плюсы, где-то минусы, я рассказываю персонажа, и говорю то, что знаю о нем, тем более, если я их использовал, ветра я использовал, вы знаете, огонь я использую каждый день, поэтому, вроде как, фигню не скажу, говорю это все с личным опытом, это та, где наш светлый, 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 опять я в глазки немножко щурюсь, так, где же ты, где, солнышко, алое, он разве, он что, пять звезд что ли, честно, я не помню, просто, а, точно, оказывается, он-то пятизвездочный, Джулиан, вот это поворот, так, итак, перейдем, ну, второй скилл, вы понимаете, точно такой же, как и у огненного представителя, все такие дела, и, естественно, перейдем к пассивке, также атакующий, кстати, монстр, и заметьте, здоровье, да, уровень, хотя и шестизвездочный, но очень неплохой, неплохой показатель здоровья, так, бессмертие, пассивный, пассивка обретает силу бессмертия, которая защищает от смерти, от обычных атак, крит, и постоянный, постоянные уроны, исключены, увеличит вероятность скользящего удара, на 30%, то есть, в чем прикол его пассивки, 100% достоверную информацию, я вам дать не могу, так как, возможности протестировать, у меня не было, и я, вы знаете, не готовлюсь к этим гайдам, вот как я вот, рубавря, прокрутил барабан, попался у меня, вот 44 монстр, я начал о нем рассказывать, то есть, подготовиться, как-то к этому, я не могу, и, да и интересно, наверное, рандомного гайда потеряется, поэтому расскажу, как я вижу, и как вообще, я хоть раз там, допустим, встречал на арене, обретает силу бессмерти, которая защищает от смерти, от обычных атак, следовательно, крит урон, то есть, доты его добить могут, а вот обычные атаки, что-то типа, то есть, не важно, к примеру, там, нанесете вы 10-20 тысяч урона, вы его не добьете, у него останется 1 хп, и вы его не сможете убить, точнее, не то, чтобы 1 хп, допустим, у него остается 1000 хп, вы его ударите, обычной атакой на 5000, вы его не убьете, вот, но, я так вижу, крит и постоянный урон исключены, вот, все-таки, знаете, я задумаюсь, я не хочу просто фигни сказать по поводу этой пассивки, вот, скажу лучше сразу о второй части, вероятность скользящего удара на 30% больше, следовательно, даже если вы бьете там, тьмой по этому персонажу, любым персонажем, то есть, у вас 30% шанс того, что сработает гланс, гланс эффект, вы знаете, вы не сможете по нему критануть, вы не сможете на него навесить какой-то дебаф, и вообще, вы просто слабее ударите, вот, поэтому вот такие дела, крит и постоянный урон исключены, знаете, вот честно, я же говорю, я не хочу соврать, возможно, ну, где-то вы скажете, что я там непрофессионально подошел, либо еще что-то, но, 100% как работает эта пассивка, сможет мне, наверное, сказать только обладатель этого персонажа, либо кто его протестировал, и что-то подобное, то есть, честно, мне мало чего можно было бы сказать по поводу этой пассивки, но, зная тех, кто использовал эти персонажи, и те, у кого он есть, его используют чаще всего в защите арены, так как вот за счет вот этой вот пассивки он может дольше жить, но, в принципе, у него скиллы не особо, так скажем, хорошие, для того, чтобы его, либо, сделать с него мега ДД, потому, что с первого скилла он огромного урона не выдаст, со второго, да, может выдать неплохого урона, но все-таки ему не хватает вот какого-то такого очень мощного скилла, пассивка его не всегда спасет, назовем так, в теории, это, наверное, больше танк, чем атакующий персонаж, немножко он не сбалансирован, я считаю, и вот к следующему, кстати, лидерка увеличит силу атаки, ну, это более-менее такая средненькая лидерка, хотя бы что-то, поэтому, скажу так, персонаж, темная лошадка, и если вы знаете о нем 100% инфу, скиньте в комментарии, либо мне в личку, мне реально будет интересно, и в каком-то из видео я расскажу о нем отдельно, и добавлю по поводу этой пассивки, ну, а сейчас, чтобы не затягивать резину, мы перейдем к темному его представитель, а вот темного переделали классно, и расскажу я вам, что в нем появилось, также он пятизвездочный изначально, то есть этих двух представителей получить фактически нереально, если вам повезло, то, ну, не знаю, я бы бежал бы за лотерейным билетом, и выиграл бы автомобиль в Якубовиче, так, ну, грузись-ка, за грузись-ка, вот он, Кадис, блин, этот персонаж, то есть весь его потенциал раскрылся после того, как ему переделали его третий скилл, первый, второй скилл, даже не нужно смотреть, видите, по атаке персонаж, неплох, неплох, скажу так, лидерка, шанс крит утара, в подземельях, ну, короче, бред, вот, его пассивка, весь прикол, и весь цинус, его пассивки, при атаке, оставляет клеймо на два хода, раньше этого дебафа не было, то есть этот персонаж был не настолько хорош, назовем так, восстанавливает здоровье союзника на 30% от нанесенного урона, также, если враг погибает, индикатор атаки союзника пополняется на 30%, то есть, понимаете, он хилит, так еще и поднимает атак бар, если кого-то, то есть, вы там набили кого-то там, ну, монстра, противоположное, и тому подобное, то есть, это два в одном пассивка, так еще и при любой вашей атаке, либо первым скиллом, либо вторым скиллом, кстати, у него еще и два дебафа, вы видите, полезных, то есть, он урона может неплохо выдать, так еще и дебафы навесить, вот, то есть, в теории, он весит три дебафа, один персонаж, три дебафа наносит, клеймо, что такое клеймо, это вешается дебаф, который добавляет любой монстр, который будет бить в это клеймо, то есть, в этого персонажа, на котором висит дебаф, на 25% сильнее, то есть, раскол на броню, вы знаете, дает плюс 50% силы атаки, следовать, или проще объяснить, просто монстр, на котором висит раскол, минус 50% защиты, а клеймо добавляет еще 25%, то есть, в теории, минус 75%, назовем так, защиты, то есть, и они стакаются, то есть, вы понимаете, 50%, 25% это классно, где чаще всего этот используется персонаж, да, везде его можно использовать, на арене, на ГВ, даже в данжах, так как и подхиливает, и атак бар восстанавливает, и клеймо вешает, то есть, это некий, такой мини раскол, назовем его так, но и за счет того, что его можно еще и плюс с расколом использовать, вы понимаете, урон там уже очень и очень неплохой наносится, и сейчас расскажу больше о нем, то есть, я его видел на Гидре, на П5, где используют Кадиза, и я скажу так, что его используют в быстрой пачке, с таким как Бернард, его с обратом, там, этим, Эвердехайлем, там, к примеру, какого-то иммунщика взять, который там, либо снимает дебафы, либо просто вешает иммунку, вот, поэтому этот персонаж в теории, и в теории, и на практике, очень и очень полезен, за счет своего, вот этого вот клейма, и за счет того, что он восстанавливает, персонажей, так еще и Атакбар пополняет, классный персонаж, серьезно, я его когда увидел, ну, сказать так, что я его хочу, ну, это абсолютный бред, и получить пятерку, со свитка, так еще и этого Кадиза, блин, это было бы, так скажем, игру бы прошел бы, поэтому персонаж классный, по поводу рун, что я хотел бы о нем сказать, и во что одеть, это Виолет, и думаю, контратака, ну, с другой стороны, контратака ему не особо нужна, но я знаю, что с контратаки, он наносит клеймо, следовательно, в теории, его могут ударить, там, не знаю, 2, 3, 4 персонажа, если на каждого сработает контратака, то он повесит на каждого клеймо, шанс у клейма тоже есть, он в теории, как бы, 100%, но никто не отменял 15% резиста, следовательно, шанс клейма у него повесить, около 85%, то есть, это как пассивка срабатывания Обливиана, у Тессариона, то есть, огненного Ефрита, вы понимаете, о чем я говорю, но скажу так, насколько я видел обзором его, и вообще, где его используют, клеймо навешивает, ну, в принципе, 9 с 10, наверное, ходов, классный персонаж, повторюсь, вот его я сравню все-таки, по полезности, ведро на первом месте, а на втором месте, на второе место, я бы поставил вот этого Кадиза, блин, нравится он мне, классный персонаж, я бы, очень бы не отказался бы, я отдал бы за него, наверное, своих двух, оу, своих двух первородок, купим сейчас светочасти, ну, в принципе, это и все на сегодняшний день, думаю, данный гайд был кому-то полезен, интересен, свои предложения, пожелание, оставляйте в комментариях, и, народ, еще раз, да, повторюсь, то, что я не делаю обзоры на тех персонажей, которых вы там попросите, либо напишите в комментариях, но, честно, от этого толку нет, не тратите даже свое время, почему, потому что я не хочу, не то чтобы, знаете, я так сказал, и все остальное, просто я решил снимать рандомные гайды, вот сейчас, да, кто-то ждал, вот, гайд на ведро, там, либо еще кого-то, вот я его снял, он посмотрел, ему это стало интересно, там, не знаю, к примеру, поставит лайк, и скажет еще и спасибо, за что и я ему буду, очень-таки благодарен, то есть, я это делаю для вас, это мое хобби, я его реализую, стараюсь реализовать, вот, по поводу рандома всего же, то есть, я и в дальнейшем буду делать рандомные гайды, а не на того, на кого там я захочу, либо кто-то захочет, тому подобное, то есть, здесь решает рандом, согласитесь, если вам не упала пятерка со свитка, то есть, виноват кто, вы, я виноват, или кто, виноват рандом, по сути дела, виновата игра, так же самое, здесь я через рандомный сайт, вот, одно число ловлю из 79, и вы видите, то есть, цифры сокращаются, и возможно, тот персонаж, на которого вы хотели посмотреть гайд, уже, вот сейчас я обозревал, либо буду обозревать в следующем видео, либо через 10, либо через 50, и надеюсь, вы дождетесь того персонажа, которого хотели бы, чтобы лично я обозревал, а так, оставайтесь со мной, да, подписывайтесь на канал, кто не подписывался, оставляйте комментарии в личке, оставляйте комментарии под этим видео, добавляйтесь в группу, кстати, которая тоже в описании есть, добавляйтесь, там отвечу, либо я вам на любой вопрос, либо кто-то из моих замов, всегда, общительная гильдия, ой, общительная группа, прошу прощения, там вы найдете много чего для себя интересного, кстати, да, народ, немножко рекламы от себя, и от своих гильдий, у нас произошла небольшая реформа, и мы ищем в гильдию приблизительно 2-3 людей, нет, нас не бросают, там и все остальное, мы и так далее, просто мы немножко усиливаем свой состав, требование, это как минимум, как минимум, 7-8 монстров 6-ти звездочных, не в каких-то шлакорунах, то есть, я вас посмотрю, посмотрит, либо второй зам, либо наша глава луна, вас, пишите мне, я перенаправлю, если я занят на кого-то из руководства, либо сам посмотрю вас, если вы подходите, то почему бы и нет, еще раз напомню, да, сервер Global, пишите на, в 444 канале, пишите мне вконтакте, пишите в комментарии, везде отвечу, постараюсь ответить, как можно быстрее, поэтому всем удачи, всем побед, оставайтесь со мной, делайте правильные для себя решения, по поводу качать, кого не качать, и смотрите гайды, всем удачи, всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok